Девушки отдыхают Я хочу, чтобы ты страдал так же, как Юнь Гэ Дай лекарство Сяо Су Это лекарство для аборта, что выписал лекарь Вред для матери снижен до минимума Если ты мне не веришь, можешь сам проверить Я не добавила яд Мэн Дзю Я всегда считала тебя холодным человеком Но за Юнь Гэ ты сильно беспокоишься Я никогда не думала, что ты будешь таким осторожным Таким внимательным Ты так внимателен к ней Что у меня даже есть шанс немного тебя помучить Сначала ты убила Хуны А потом Илехэ Как мне не быть осторожным? Да В смерти Хуни Илюхэ виновата я Но Это всё было из-за тебя Раз я Хо Чин Дзюнь Не могу получить мужчину, которого хочу Тогда я должна получить хотя бы самый ценный для женщины статус Стать императрицей Веди Всем пока! Юньгэ, посмотри, кто пришёл к тебе. Мэнзюэ, значит, ты собираешься стать матерью. Твоё состояние лучше, чем раньше. Девушки отдыхают. Ты выпила лекарство для аборта. Сяо Су. Нет. 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 Не надо. Не надо. Мэнзюэ. Я умоляю тебя. Не надо. Не убивай моего ребёнка. Не надо. Не надо. Не надо. Мэнзюэ. Пообещай мне. Защищать Юньгэ. Я умоляю тебя. Нет. Нет. Мэнзыэ. Мэн. И... Мой ребёнок. Мой ребёнок. Юнь Гэ, всё хорошо. У тебя в будущем ещё будут дети. У тебя будет много детей. Я ненавижу тебя. Я ненавижу. Тогда ненавидь до конца жизни. Я ненавижу тебя. Ненавижу. Господин, они внутри. Вы все уходите. Да. Вы наконец вернулись? Ты ел? Я давно нормально не ел. Приготовлю тебе что-нибудь. Дай посмотреть на тебя. Вкусно. Ешь побольше. Пинзюнь. После того, как ты вышла за меня замуж, ты всегда поддерживала меня. Ты одна заботилась об этой семье. И ещё воспитывала Ху. Я заставил твои руки огрубеть от тяжёлой работы. Я же не богачка какая-то. Ничего страшного, что мои руки огрубели. Ну а теперь я больше не хочу, чтобы ты работала. В смысле? Лехая свергли. На троне буду я. Что? Я стану императором. Правда? Так что совсем скоро, когда ты войдёшь во дворец, мне будут служить явнухи и дворцовые служанки. Ты для меня ничего не должна будешь делать. Ты же знаешь, что я не боюсь тяжёлой работы. Я просто хочу, чтобы у нашей семьи было всё хорошо. Кстати, как всё так резко могло измениться? Хо Гуан помог мне с этим. Так что я должен выполнить его условия и... Мне нужно жениться на Хо Чинзюнь. Тебе это неприятно? У обычных-то мужчин может быть по нескольку жён и наложниц. Что уж говорить об императоре. Если ты будешь уделять мне немного внимания, я буду уже довольна. Пинзюнь, храни этот меч. Зачем? Потом поймёшь. Хоу. Я уже хотел выразить почтение покойному императору и провёл процедуру. Теперь нужно сходить к вдовствующей императрице. Но так идти во дворец Чан Лэ нельзя. Вдовствующая императрица хочет, чтобы вы сначала переоделись. Так что меня отправили сюда, чтобы я сопроводила вас в гардероб. Следуйте за мной. Ваша одежда внутри. Я буду ждать снаружи. Это императорская печать и военный знак. Значит, это было всё время у вдовствующей императрицы. Покойный император переживал. Так как она является родственницей Хогуана, я могу навредить ей после того, как окажусь на престоле. Я ставил ей императорскую печать и военный знак. Он всё продумал. В год Юньпинь. Лихо свергли после 27 дней правления. Новым императором стал Лю Сюнь. В следующем году его правящий титул был переименован. Он, являясь десятом императором Западной Хань, стал императором Сюанем. Приветствую, Ваше Величество. Приветствую, Ваше Величество. Ваш внук приветствует вдовствующую императрицу. Встань. Благодаря вашей поддержке ваш внук Лю Сюнь сможет править достойно и хорошо. Я никогда не заставлю пожалеть вас. Я привыкла быть в своём дворце одна. Не люблю беспокоить других, и мне не нравится, когда беспокоят меня. Тебе не нужно каждый день наносить мне визиты вежливости. Позвольте мне проводить дни в уединении. Хорошо правьте нацией. Это ваш главный долг. Я обязательно его выполню. Господин Хо, поздравляю вас. Господин Чан, давно не виделись. Я здесь, чтобы вас поздравить, господин Хо. Чан Цзюнь стал от Зе Ю его величества. Это такая радость. Благодарю, господин Ян. Я думаю, что скоро его величество сделает Зе Ю императрицей Хо. Без сомнений. Моя дочка такая красивая, Чан Цзюнь. Если ты хочешь стать императрицей, ты не можешь полагаться только на красоту. Лю Сюнь пережил хаос, связанный с наследным принцем Вэем, и прошел через все, став, наконец, императором. Это доказывает, что у него сильный характер. Так что… Если ты захочешь его контролировать, это не будет легкой задачей. Мама… Я уже не та, что была раньше. Я не просто девушка из рода Хо. Я женщина императора. Отныне… Меня все будут бояться. Даже император. Где ты? Брат Лин, где ты? Брат Лин… Юнь Гэ… Я здесь. Брат Лин… Милостливые небеса, я уже умерла… И, наконец, увидела тебя. Нет. Я не позволю тебе умереть. Ты однажды сказал, что что бы ни случилось, ты всегда будешь со мной. Но теперь ты меня оставил. Как мне жить одной? Я не оставлю тебя. Я всегда рядом с тобой. Ты должна быть сильной. Брат Лин… Знаешь… У нас был ребенок. Но… Небеса были против. Я не сохранила твою плоть и кровь. Я не защитила его. Как мне теперь жить? Я, правда, не могу этого больше вынести. Брат Лин… Брат Лин… Брат Лин, не уходи! Брат Лин… Брат Лин… Юньга… Брат Мэн… Что с ней? Что с ней случилось? После того, как я вернул ее… Она все время спала. Она не просыпалась. Юньга… Юньга… Цзэцзэ пришла к тебе. Скорее просыпайся. Скорее просыпайся. Брат Мэн… Ты хороший лекарь. Ты должен знать, как ее спасти. До того, как Юньга вернулась, вероятно, случилось что-то, из-за чего она отказывается просыпаться. Нерожденный ребенок… Он для нее действительно важнее, чем жизнь. О чем ты? Она отказывается просыпаться… Потому что потеряла ребенка… Или потому что потеряла брата Лина? Юньга… Выкидыш… Юньга… Юньга… Ребенка больше нет? Брат Мэн… Мужчина… Ждет рождения ребенка… Только после этого чувствует себя отцом. Но женщина… Уже с момента зачатия… Чувствует себя матерью. Потеря ребенка… Это для нее мучение на всю жизнь. Сколько бы потом детей у нее не было… Она будет помнить того, кого потеряла. Тем более… Этот ребенок от покойного императора… Юньга… Юньга… Почему он погиб? Это был я. Я дал ей лекарства для аборта. Это был ты? Я лично… Разорвал ее и императора последнюю связь. Она отказывается просыпаться… Из-за тебя. Я забираю ее. Забираю отсюда. Как ты можешь ее забрать? Во дворец Ваян? Кто, ты думаешь, держал Юньга в заперти? Это была семья Хо. Думаешь, разлюсь он теперь император… Он сможет избавиться от их влияния и защитить Юньга? Юньга… Юньга… Быстрее… Юньга… Юньга, очнись… Не пугай меня, Юньга… Скорее проснись… Юньга… Просыпайся… Не мучай себя так, Юньга… Проснись… Проснись… Очнись… Что ты делаешь? Ах… Ах… Вы в порядке? Юньга… Юньга… Послушай внимательно… Твой с братом Лином ребенок уже мертв… Не думай, что если будешь так спать… Можно будет сделать вид, что ничего не случилось… Послушай… Твоего ребенка… Убил я… Разве ты меня не ненавидишь… Тогда проснись… Проснись… Отомсти… Послушай… Я убил твоего ребенка… Я Мэнзия убил его… Проснись… Проснись и отомсти мне… Мэнзия… Такими темпами… Убьет ее… Господин… 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 Госпожа Юнь приходит в себя… Юньга… 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 Как она? Кровотечение остановилось… Она проснется? Раз она меня ненавидит… Значит, точно проснется… Тебе нужно постараться жить дальше… Я буду ждать твоего пробуждения… Ненавидь меня изо всех сил… Приветствую, вдовствующая императрица… Ты можешь встать… Спасибо… Садись… Да… Вдовствующая императрица… Я принесла кое-что для вас… Мы же семья… Не нужно церемоний… Надеюсь, вам понравится… Это жемчуг… Да… Я знаю, что вам нравится собирать жемчуг… Так что я дарю вам жемчуг, что мой отец привез из-за границы… Этот жемчуг такой красивый… Я давно уже во дворце… Не думала, что ты вспомнишь, что мне нравится… Ты очень внимательная… Вы так добры… Главное, вам понравилось… Наложница Сю… А ты принесла подарок для вдовствующей императрицы? Да, я кое-что приготовила… Принеси мне… Да… Вдовствующая императрица… Это деревянные палочки для еды, которые я лично сделала… Я слышала, что просто люди сами делают себе палочки для еды… Но я никогда не использовала такие… И даже не видела… Теперь у меня будет своя пара… Я буду использовать их каждый день для еды с этого момента… Я очень рада, что вам понравилось… Я всё продумала… Хотя… В обе супруги Ранга Цзюэ Ю… Всё же должна быть логика в том, кто был раньше… Так что… Я решила… Что наложница Сю будет жить во дворце Цзяо Фэн… А наложница Хо должна жить во дворце Цзяо Ян… Вы согласны? Я сделаю так, как вы говорите… Лань… Сяо Цзинь… Здесь… Я также выбрала двух служанок… Лань будет служить наложнице Сюй… А Сяо Цзинь – наложница Хо… Вдовствующая императрица… Сяо Су служит мне много лет… Я уже привыкла к ней… Тогда ладно… Вы обе… С этого дня будете работать вместе… Чтобы убрать для Его Величества задний дворец… Да… Ваша наложница приветствует Ваше Величество… Встань… Благодарю… Вы все выходите… Да… Я слышал, ты чудесно танцуешь… Ты сможешь танцевать для меня? Как прикажете… Как прикажете… Меха… Меха… Я снова просматривала записи покойного императора… И вдруг осознала одну вещь… Ты хорошо подмечаешь детали… Согласно записям историка… Когда император проснулся, чтобы переодеться… Цзэфу предоставил ему гардероб… И было радостно… Тогда император Ву любил певца… Вэй Цзэфу из поместья принцессы Пиньян… Здесь указано… Что император Ву был готов принять влияние принцессы Пиньян… И силу… Браки императору нужны не только… Чтобы иметь рядом с собой красавиц… Но чтобы также иметь больше силы… Что такое? Пиньзюнь… После того, как ты вышла за меня… Ты всегда меня поддерживала… В одиночку поддерживала эту семью… Растила Ху… Это из-за меня… Твои руки огрубели… Твои руки… Твои руки… А quint и та и та… Твои руки… Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты узнала, где живёт сейчас Монзио? Да Отведи Пойдёмте Пришло время найти Юньго Когда я принесла лекарства, я слышала, что какой-то человек, приехавший издалека, хотел с вами встретиться Господин Юнь, давно не виделись Да, давненько Садитесь Я получил письмо от вашего имени В нём меня просили приехать Приведите Юньго Я смогу отвезти её домой Я так долго ждал Я давно вас не видел Что за это время случилось? Юньго, она... Она заболела Что? Что за болезнь? Как она? Я уже в порядке Юньго? Брат Аджу Госпожа Я по вам очень соскучилась Я тоже очень скучал Соскучился по вашим блюдам Я так и знала Только о еде и думаешь Но если серьёзно Вы всего несколько писем отправили после того, как уехали Кроме еды, которую вы готовили, я так по вам соскучился Как сейчас в столице живётся? Отлично Почему родители с тобой не приехали? Они всё ещё злятся на меня Они уже давно перестали злиться Они вместе отправились на снежную гору и столкнулись с оползнем У них небольшие травмы Как они сейчас? Ничего серьёзного, но в дорогу они не могут Так что они отправили меня и Аджу Я рада, что они в порядке Юньго Раз твой брат пришёл забрать тебя Почему бы тебе не использовать эту возможность и не поехать с ним? Я не поеду Почему? Тебе нужно уехать У тебя здесь больше нет никаких забот Мне ещё нужно кое-что сделать Я пока не хочу возвращаться Юньго Брат, не пытайся отговорить меня от этого Обещаю, как только я закончу, я обязательно уеду отсюда Хорошо Но ты должна мне кое-что пообещать Пусть Аджу останется с тобой Госпожа, позвольте мне остаться с вами Молодой господин всегда просит меня готовить вкусные блюда Но у меня никак не получается Хорошо Пусть Аджу останется со мной Спасибо Что? Значит, император каждый день приходит в твой дворец Отлично Скоро в нашей семье появится наследник императора Отец Господин Отец Что случилось? Почему ты покровительствовала принца Гуанлина за моей спиной? Отец Я правда не понимаю, почему ты злишься В политике нужны связи, понимаешь? Разве нет? Если бы твоя мать не сказала, сколько бы ты ещё это скрывала? Я пообещала ему, что после того, как стану императрицей, попрошу императора увеличить налоги на землю Чтобы у принца Гуанлина было больше реальной власти Господин Не нужно винить Чин Дзюнь Чин Дзюнь просто пытается помочь семье Хо Я надеюсь, что всё получится так, как ты хочешь Отец Когда ты собираешься попросить императора назначить меня императрицей? Предыдущего императора ещё не похоронили Все церемонии должны быть отложены Мой господин, всё готово? Хорошо Господин, куда вы? Мне нужно пойти на могилу названного брата Да, опять Чин Дзюнь Отец Позволь мне пойти с тобой Я не так часто дома бываю Можно? Если так хочешь, пошли Брат, как так вышло, что вы с Мэн Дзюэ давно друг друга знаете? О Мэн Дзюэ тебе не рассказывал? Он много чего мне не рассказывал Ты помнишь того господина, которому в тот день нужен был брак? Это был Мэн Дзюэ Это был он Да, он Вскоре после того, как ты ушла из дома Мэн Дзюэ, прислал письмо В котором заявил, что будет заботиться о тебе Ты думаешь, в ином случае отец с матерью позволили бы тебе? Вот так уехать Тогда я в столице Да, он явно заботился обо мне Госпожа, вы выглядите бледный Снова заболели? Я в порядке Брат, ты впервые в столице Позволь мне тебе всё показать Я не против Но Мне нужно сначала закончить своё дело Какое? Могила названного брата Хао Сяо Тяня? Кто это? Зачем отец сказал тебе прийти сюда? Это могила отца Могила отца? У отца был названный брат на центральных равнинах Они были ближе, чем жизнь и смерть Позже папа попрощался с ним и вернулся на границу А потом люди стали говорить, что он умер Отец думал, что так даже лучше Но он не знал Что он только пару лет назад обнаружил Что его названный брат сделал для него могилу И он каждый год сюда приходил Отец не хотел, чтобы его неправильно поняли И сказал оставить письмо, чтобы его названный брат знал Что он на самом деле жив Отец сказал тебе, как звали его названного брата Кто вы? Старший брат? Старший брат? Как тебя зовут? Юни Так ты... Ты так похож на него Что ты здесь делаешь? Старший брат, о котором вы ранее говорили Это же не Хао Сяутянь? Откуда вы знаете? Это имя моего отца на Центральных равнинах Ты дочь старшего брата? Да Похоже, твой отец жил счастливо Он может есть и пить Ходит в горы, действительно неплохо живёт Дядя Хо больше не нужно Приходить на могилу и оплакивать смерть Да Ха-ха-ха-ха-ха-ха Я не думала, что господин Хо ещё помнит моего отца У твоего отца Болит левая рука, когда идёт дождь Это его старые раны Знаешь Эта рана появилась, потому что твой отец Принял удар за меня Если бы не твой отец Меня Хогуана давно бы не было в живых Юни Ты здесь, чтобы вернуться на границу вместе с Юньге Так я хотел Но Юньге не хочет Зачем тебе оставаться? Чэн Цзюнь Не разговаривай так с Юньге Отец Юньге В прошлом Дядя Хо не заботился о тебе Но если ты хочешь остаться в столице Как насчёт того, чтобы переехать в поместье Хо? Я благодарю дядю Хо за его доброту Я перееду сразу же, как соберу вещи Хорошо Хорошо Вообще-то Что ты позвал Юньге жить сюда Это тоже хороший план Так мы сможем заставить Юньге сдерживать Мэн Цзюэ Чэн Цзюнь После того, как мы узнали, кто такая Юньге Я не хочу и слышать от тебя даже намерение как-то использовать её Я не хочу, чтобы ты что-то делала против неё Ты имеешь в виду Что хочешь быть с ней искренне добрым? Я надеюсь Что и ты будешь искренне добра с ней Воспринимай её как младшую сестру Невозможно Она ненавидит меня Почему? Я знаю Тебе не нравится Юньге из Амэн Цзюэ Но ты сейчас Уже стала женой императора Она жена покойного императора Пусть прошлое Останется в прошлом Но, отец, мы с ней Никаких «но» Я уже всё решил Ты обязана принять Юньге как сестру Юньге решила переехать в поместье Хо? Да Я не могу поверить, что названным братом отца оказался министр Хо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok